Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы представляем исследование Дмитрия Исаевича Зубарева «Князь и вождь». Меня зовут Николай Гладких. Я имею честь быть соавтором Дмитрия Исаевича по некоторым проектам не сегодняшнему. И он любезно предложил мне модерировать сегодняшнюю встречу. Как я стоит из заглавия, у нас сегодня два героя. Князь – это Дмитрий Петрович Святополк Мирский и вождь Владимир Ильич Ленин. Второго персонажа, я думаю, представлять никому не надо. А Дмитрий Петрович Святополк Мирский – это замечательный, во многом еще недооцененный литературовед, поэт, выдающийся деятель русской эмиграции. Самая известная его работа «История русской литературы» в двух томах была написана на английском языке. Святополк Мирский писал и публиковался минимум на пяти языках. Она вышла в Лондоне в 1926-1927 годах, и первые и вторые тома. Русский перевод появился только в начале 2000-х годов и издан новосибирским издательством «Свиньины сыновья». Святополк Мирский, кроме этого, был популяризатором английской литературы. Ему принадлежит первый отзыв на выход на публикацию Улиса Джойса. Он редактировал известную антологию новой английской поэзии, переводы из которой публикуются до сих пор. Но его имени на этой книге не было, потому что к моменту ее выхода он уже был репрессирован. Мы решили начать наш сегодняшний разговор с демонстрацией небольших фрагментов из сериала Михаила Казакова «Очарование зла», вышедшего в 2006 году. Святополк Мирский эпизодически герой этого сериала, но в нем довольно ярко показано то, что с ним произошло. Он действительно был влюблен в главную героиню этой картины Веру Гучкову, дочь главы Государственной Думы, жену его друга Сувчинского. Ну и несмотря на такой обобщенный, пунктирный образ героя в этом фильме, мы думаем, что он будет хорошим видением, хорошей затравкой к началу разговора. Здесь, конечно, очень многое осталось за кадром. Святополк Мирский с 1920 года находился в эмиграции, где-то в конце 1920-х годов сильно полевел, стал членом Коммунистической партии Великобритании, а в 1932 году с помощью Горького приехал, вернулся в Советский Союз, погиб в 1939 году. И мы думаем, что этот фрагмент, ну, по крайней мере, хорошо очерчивает тот контекст, в котором можно говорить о теме Святополк Мирский и Ленин. Я передаю слово Дмитрию Исаевичу. Пять строк, которые вы видите. Это то, что у меня было год назад. Это фрагмент из библиографии зарубежных некрологов Ленина, опубликованных в 1925 году в третьем ленинском сборнике. Они были опубликованы анонимно, но мне удалось установить, что их автором, библиографом, который просматривал комплекты зарубежной периодики и делал аннотации к ним, был никто другой, как Борис Леонидович Пастернак, который сам об этом рассказал в своем романе «Спекторский». 168 аннотаций переводов Ленина на немецкие и французские языки, опубликованные на 23 страницах ленинского сборника, без подписи. В докладе, который я сделал 7 лет назад на Модельштамовском обществе, я дал краткий обзор этих публикаций. Особое внимание обратил на книги и статьи некоммунистических авторов, анархистов, социалистов, либералов, консерваторов, антропософов и широкий спектр данных там сравнений скончавшегося революционного вождя от Христа и Вудро Вильсона до Нерона и Чингисхана. Мне достаточно удивительно, что в 1925 году такое было опубликовано в советской печати. Менее удивительно то, что эта публикация была немедленно прекращена и обещанного английского раздела некрологов уже в следующем, четвертом ленинском сборнике не появилось. Это было сделано мною 7 лет назад. Когда я несколько лет назад перечитал эти аннотации, то я обратил внимание на то, что там содержатся аннотации не только иностранных ученых, но и трех русских эмигрантов. И одна из них обратила на меня особое внимание. То есть я обратил на нее особое внимание. Вы ее видите. Святополк ДП. Существование другого человека с такой фамилией, свойственной скорее 11 веку, чем 20-му, маловероятно. Еще менее вероятно совпадение инициалов. ДП, в принципе, святополков было много, но ДП тогда на Земле, по-моему, был один. Удивило меня и название газеты, где это опубликовано, «Авеннир дю Танкин», хотя место издания не указано, но, тем не менее, слово «танкин» тогда означало французскую колонию, ныне называемую Северным Вьетнамом, совершенно однозначно указывало на Ханой. И статья явно не маленькая, поскольку поместилась только в пяти номерах этой газеты, которую никто из моих знакомых никогда не знал, в глаза не видел, и даже само ее существование подвергалось сомнению. Тем не менее, невероятно, но факт. Вот это было год назад. И я решил найти эту газету и эту публикацию. Хотя это мне казалось, меня разубеждали, говорили, что это невозможно, что это очень трудно. Тем не менее, я нашел организацию, которая меня поддержала, фонд Грэма Грин, как здесь написано, получил грант, и в течение года публикация была найдена именно в тех номерах газеты, которые указал Борис Леонидович Пастернак. Он не ошибся ни в одной букве и ни в одной цифре. Газета выходила именно в городе Ханой, как это и предполагалось. Дальше начинается географический сюжет с приключениями, на которые я хочу обратить ваше внимание. Святополк Мирский никогда в Юго-Восточной Азии не был. В 1924 году, работая в Лондонском университете, он регулярно приезжал во Францию, где жили его друзья и родственники, жила его мать, жили его сестры, были русские газеты, где он печатался, и журналы эмигрантские. То есть он постоянно в Париже бывал. И по моей версии, после смерти Ленина в 20-х числах января он получил заказ от французского представителя этой газеты и написал за два месяца, поскольку через два месяца публикация уже была закончена, пять статей на одну тему. На французском языке, которым он свободно владел с детства, тем не менее, это была его первая публикация на французском. До нее ни одной его публикации на французском не замечено. После нее были, но это была первая. Очевидно, по телеграфу они были пересланы в Ханой, там опубликованы, после чего экземпляр газеты поступил, очевидно, в Париж. Там советские представители, закупавшие французскую прессу для служебных надобностей, купили один или выписывали ее комплект. Она была переслана в Москву, в закрытую библиотеку Наркомендела, где Пастернак сделал ее библиографию. И вот через год она появилась, эта аннотация появилась в Ленинском сборнике. 90 лет никто, насколько я понимаю, этой публикацией не интересовался. Когда я в 2015 году ей заинтересовался, и с помощью московских библиографов начал ее поиск, выяснилось, что они не могут найти ее, ни ее, ни невозможные вырезки, поскольку Пастернак в библиографии указал, что часть аннотации он делал не по комплектам газеты, а по вырезкам. Эти вырезки тоже не были найдены. В России ее не нашлось, но мой соавтор, американский профессор Хенрик Баран, с помощью новейших методов компьютерного поиска, о которых он, может быть, нам сегодня расскажет, через некоторое время нашел фотокопию этой, комплекта этой газеты в университетской библиотеке Ельского университета. То есть написана статья в Париже, переслана в Юго-Восточную Азию, в Ханой. Газета, отпечатанный экземпляр, доставлен снова в Париж, потом в Москву, пронотирован в Москве. Другой комплект газеты перефотографирован, доставлен в Ель, уже на третий континент. Уже у нас была Европа, Азия, теперь Северная Америка. Значит, в Ельском университете она была переведена в электронный вид и переслана мне в Москву в виде 43 кадров. После чего началась работа над моим исследованием, содержание которого видно из первой части. Я думаю, что можно ее прочитать. Я сам, так сказать, целиком отвечаю за предисловие, в котором я делаю обзор библиографии о Святополке Мирском, особенно появившейся в последние годы. Но и не только ее, и малоизвестных изданий прошлых лет о нем. Кроме того, там же я рассказываю об истории этой находки. Это все в предисловии. Далее идет французский текст, который подготовила, к сожалению, отсутствующая, здесь, возможно, она еще придет, доктор Элизабет Тейро, работающая на нем в Москве, доктор истории. К сожалению, французским языком я владею пассивно. Над этой частью работы, в эту часть работы я вложил минимум усилий. Потом перевод, который сделал Борис Панин, перевод страдал некоторыми дефектами и пропусками, поэтому я постарался его улучшить. Хотя мне говорят, что еще работа над ним предстоит. Он далек от совершенства. И, наконец, две последние части, которые уже написаны лично мной. Это комментарий к тексту Святополка Мирского. Он занимает около одного печатного листа, чтобы вы себе представляли. К сожалению, в программе была цитата из нее. Я вот не вижу, она почему-то не сделана для всех пришедших на презентацию. Это замечательная цитата. Это финал статьи. Если кто-то распечатал приглашение, то там она будет. И, наконец, послесловие. Собственно говоря, князь и вождь. История отношений, сложного отношения, эволюции отношений Святополка Мирского и Ленина с 1917 до 1937 года. С Октябрьской революцией, которую он воспринял, как и большинство русского офицерства, как национальную катастрофу. Он говорил, что он, подобно Максимляну Волошину, считал в октябре 1917, считал, что Россия должна прекратить быть. Настолько он был потрясен октябрьскими событиями. И до 1930-1931 года, когда он в письмах к друзьям заявил, хочу быть солдатом ленинизма. Вот эту сложную эволюцию Мирского основы и то, как даже в этой статье, которую я опубликую, которая начинается с возмущения, что Ленин умер своей смертью, а не кончил дневное шафоте, как же уже в ней есть некоторые ощущения ленинского мрачного величия. Как прослеживается этот путь Ницшеанца, поклонника Бергсона и Достоевского, к Ленину, а потом к марксизму. Именно в такой последовательности. Сначала он стал ленинцем, а потом только марксистом. И вкратце, то, что достаточно известно, его жизнь в СССР и касание Ленина в советский период. Вот такова моя работа. Я сам не очень понимаю, к какому, так сказать, из отделов гуманитарной науки она относится. С одной стороны, в центре ее внимания политический деятель, то есть Ленин, это поле историков. С другой стороны, автор, это выдающийся филолог, литературный критик, это поле филологии. С третьей стороны, постоянные отсылки к философии, к философским основам марксизма, ленинизма и других умственных течений России рубежа 19-20 века. И кроме того, сам жанр психосоциологические очерки. Он сам не употребляет слово коллективное, бессознательное, но очень много рассуждений именно на эту тему, что уже относится к психологии. Так что я не понимаю, кто должен мою работу судить и насколько она имеет значение и для какой из наук. Об этом я и хотел услышать сегодня. Спасибо. Да, еще хотел сказать о трех лицах, выразить им благодарность. Первое, живому и здравствующему Габриэлю Суперфину, который дал 33 года назад толчок к этой работе, подарив мне тот самый ленинский сборник, где была эта аннотация, уезжая в 83-м году в эмиграцию, он раздарил свою библиотеку и раздарил мне несколько ленинских сборников. Причем этот раздел был не разрезан. Любопытства Суперфина оказалось недостаточным, чтобы страницы иностранной библиотеки географии Ленина разрезать и прочитать. И двоих тех, кого уже нет среди нас. Леонида Черткова, с которым я вел полвека назад первые разговоры о Мирском и о его судьбе, и первого исследователя Мирского. Первая монография о Мирском, вышедшая в Париже, принадлежит Леониду Черткову. Дальше книги о нем выходили в Лондоне и в Магадане. Вот такая география книг о нем. Париж, Лондон, Магадан. И Владимиру Аллою, который уговаривал меня заняться евразийством, неопубликованными материалами, которые достались ему от друга Мирского, Сувчинского в 90-е годы, и которые я, к сожалению, не взял. Они сейчас опубликованы, к сожалению, не в том виде, в каком хотелось бы. Я ощущаю свою вину и перед Мирским, и перед евразийцами, и перед Аллоем за это. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Исаевич. Я, если вы не возражаете, прочитаю концовку русского перевода этого текста. Русским монархистам начало 20-го века не доставало Бориса Годунова или Петра Великого, но не появился ни тот, ни другой. А огромной массе интеллектуалов, или скорее полуинтеллектуалов не хватило человека с примерным планом, с простейшими и практичными, пусть с самыми крайними формулировками и требованиями, легко реализуемыми в такой чудодейственной стране, как Россия. Огромной же массе голодного, отчаявшегося, готового к бунту русского народа был нужен Пугачев или Чингисхан. Этот простой, практичный человек, сторонник самых крайних взглядов, этот Чингисхан безжалостный, как лавина, все сметающая на своем пути, жестокий, как топор, разрушительный, как землетрясение, хитрый, коварный и деспотичный этот человек появился в самый критичный момент всей российской истории. Древние русские легенды рассказывают о приближении жестокого врага, о том, как правитель города покинул его, удалившись в степь, к перекрестку затерянных дорог и возвал в отчаянье. Есть ли в бескрайних степях или непрокодимых лесах богатырь, который может защитить нас? И услышал голос богатыря, донесшийся до него через расстояние в сотни верст. В 1917 году русский народ громко возвал и богатырь явился. Но вместо прекрасного, великодушного, благородного Ильи Муромца пришел непобедимый и мрачный святогор, рожденный в горах, такой могучий, что земля дрожала и прогибалась под его ногами. Хоть был настолько тяжел, что раздавил своего коня. Своим самым легким движением он разрушал и уничтожал все живое. И теперь, выполнив свои самые отвратительные задачи, устав от собственной силы, святогор возлег на гору то единственное, что смогла выдержать его и умер, проклиная свою судьбу и скрывшись от всего мира. В 1917 году русский народ громко воззвал и явился Ленин. Как и святогора, русский народ его обожал. Как и святогор на своей горе, он расположился в Кремле и умер, пожираемый угрызениями своей совести и проклинаемый миллионами русских людей. Плоть от его, плоти, кровь от его крови, Ленин был единственным воплощением и выражением разрушительных чаяний русского народа. Вот так писал святополк Мирский в 1924 году. Да, да. И вот о самой работе Мирского слышно? О самой работе Мирского, а потом о комментариях Дмитрия Саевича. Все-таки начну с самого Мирского. Впечатление от его работы. Очень точная, яркая, емкая характеристика Ленина. Но тут уже читали. Ну вот я тоже еще процитирую. Ловкий, гибкий и хитрый, постоянно меняющийся, непримиримый к соперникам, беспощадный к врагам, совершенно незначительный писатель, игнорирующий все, кроме экономических и политических вопросов. Но мощный полемист, чрезвычайно требовательный к своему окружению. Демагог, какого еще не знала история, он не останавливался ни перед чем. Готов был к любым средствам, способен облегчить его путь к успеху. Ну вот еще, пожалуй, самая такая емкая характеристика. Он, настоящий делатель, хотя и с отрицательным знаком, предводитель экстраординарных личностей, неразборчивый демагог, бессовестный, но радикальный при выборе средств для достижения цели. Он внушил миллионам ошеломленных такой держестью русских политическую активность и кровожадность. То есть, в этой характеристике прослеживаются две вещи, о которых Дмитрий Саевич уже говорил. С одной стороны, неприятие Ленина, и с другой стороны, неприятие Ленина в тот момент, как разрушителя, как принесшего России много зла, а с другой стороны, восхищение. Восхищение его активностью, деятельностью, силой, способностью взять на себя ответственность. То есть, вот такое вот его размаха, мощь, то, что он сравнивает его с великими реформаторами в российской истории. Иван Третий, Иван Грозный, Петр Первый, Екатерина Вторая и Ленин. Вот его список великих деятелей. Чингисхана, по-моему, там нет. Это он отдельно о нем пишет потом. То есть, с одной стороны, неприятие, с другой стороны, восхищение. Это очень характерный момент. Неприятие потом исчезнет, восхищение будет увеличиваться. То есть, в свете дальнейшей эволюции мирского. Это первый такой вот сквозная идея его статей, серии статей. Второй момент. И это то, что он выводит Ленина из характера русского народа и русской истории. Разрушение, пожары, жестокость, бессмысленные убийства были основой и средством всех бунтов русских крестьян, в жилах которых текла добрая часть татаро-монгольской крови. То есть, он выводит мирского из Ленина. Минский выводит Ленина из русской истории. Из Пугачева, не только из великих правителей, но и из Пугачева, Разина. Пугачев и Стенька Разин, любимые мужицкие герои. Но тут очень сходная, конечно, очень сходная мысль с Бердяевым. И Дмитрий Исаевич пишет в комментариях, что возможно Бердяев даже, или Мирский оказал даже влияние на Бердяева. То есть, те же идеи в истоках и смысле русского коммунизма. Какие-то моменты пересекаются с Аструвием, который тоже, в общем, выводит большевизм из антигосударственной стихии. То есть, вот такой вот еще момент. Вот в этом, если говорить, мое такое дилетантское мнение, вот в этой идее Мирский уже слабее, потому что слишком это все абстрактно. Выводить Ленина из разрушительной стихии, Ленин наседлал эту стихию, но выводить напрямую из этой стихии, вот тут вот уже историк, скажем так, историки-философы, они всегда страдают недостатком позитивизма. Вот тут уже взгляды Мирского, как и взгляды Бердяева, и Струвина этот счет, уже не во всем выглядит справедливо. И, наконец, третий лейтмотив этой работы Мирского, это критика интеллигенции. И тут, что хотелось сказать, тут, конечно, прежде всего ясно, что это впечатление от русской интеллигенции 1917 года. Вот пишет Мирский, князь Львов, Гучков, Милюков, Чернов, Мартов, Керенский оставили страну на погибель, но не уступили ни одной запятой в своих программах. Пусть народ поддыхает в сочнее недопустимо уничтожить в 1917 году одного Ленина или Ленина вместе с Троцким. Пусть народ поддыхает нищете от болезней, пусть погибнет весь мир, пусть исчезнет общество, семья, наука и промышленность, но останутся на письменных столах бесчисленные программы и выбранные нами планы. И пусть останется наша чистоплюзская моральная чувствительность, не позволившая спасти страну, цену и крови самых страшных преступников в мире. Но вот еще он много пишет, что интеллигенция существовала в мире химер, абстракции, неприменимых к реальной жизни в России. Прибавьте сюда нерешительность, неопределенность, вялость, отсутствие четкой точки зрения, боязнь поступков и ответственности, всегда характеризовавшая русскую интеллигенцию. Но вот выпущенные на следующий год книги «История русской литературы», например, такая фраза об интеллигенции, когда он рассказывает о романах Дарина Михайловского, что они являются естественной историей типичного интеллигентского воспитания питомника нравственно неприспособленных и психически нестойких людей. Вот даже так. И вот тут Смирским мне представляется, что Мирский абсолютно неправ. Он отождествляет интеллигенцию 1917 года, действительно потерявшуюся и растерянную из интеллигенции вообще. Такой интеллигенции не было. Он знает хорошо, судя по истории русской литературы, он хорошо знает идейных вождей русской интеллигенции, ее само знает плохо. Он хорошо знает, действительно пишет о всех лидерах, об интеллигентских писателях. А вот мемуары интеллигентские, реальных интеллигентов, интеллигентов народной воли, интеллигентов революции 5-7-го года, он знает плохо. Но как он, собственно, мог их знать? Он далек от них очень сильно был, он вращался в другом кругу, вырос в другом мире. И тут он абсолютно несправедлив. Интеллигенция 1917 года — это действительно вот такой феномен вялости интеллигенции, неспособности интеллигенции 1917 года к реальному политическому действию. Феномен, который, на мой взгляд, и анализ его, и оценку, и причины таких действий наиболее ярко раскрыл Борис Соколов в своих воспоминаниях о гибели Всероссийского учительного собрания. Самое глубокое воспоминание, посвященное роли интеллигенции Серовской, Народничской в 1917 году. Но интеллигенция до 1917 года была не такой. И Мирский в целом не прав. Это вот такой вот момент уже совсем доктринерский во взглядах. Но он так судил по интеллигенции 1917 года. А интеллигенцию до этого он знал хуже. И это сказалось в его истории русской литературы, поскольку он там пропустил, он совершенно не оценил там Савенкова, он пропустил мемуаристику интеллигенцию, кроме Дебогора и Макриевича и Кропоткина, он не отметил ни Фигнер, ни того же Савенкового воспоминания террориста. То есть тут его взгляды совершенно провисают. Ну, я понимаю, кто я и кто Мирский, но все-таки немножко, я надеюсь, можно немножко с ним не согласиться. Вообще, как бы он в целом, на мой взгляд, автор неровный. С одной стороны, блистательная в большинстве своем истории русская литература, но и там есть моменты, где его оценки спорны или где он не все знает. Так, и возвращаюсь дальше. Прекраснейшие комментарии, остроумные, яркие комментарии, тексты Дмитрия Исаевича, связанные с Мирским, которые читаются с огромным удовольствием. Действительно, всегда не бровь, а в глаз. Очень, так сказать, остроумные по форме и по мысли. Острота ума — это не только юмор, а это и острота ума. И вот очень прекрасно отмечено, что идея на эволюцию Мирского шла в направлении прямо противоположном тому, куда двигался его бывший наставник Петр Струве. Тот, начав 90-е годы с пропаганды марксизма среди рабочих на петербургских заводах, стал к середине 20-х годов идеологом православно-монархической миграции. Мирский, князь и офицер императорской гвардии, пережив в начале и середине 20-х период увлечений вехами, пришел к начале 30-х пропаганде марксизма среди лондонских пролетариев. Действительно, прямо противоположное направление. И тут бы я единственное, что сказал, но все-таки не сопоставим масштаб личности и фигуры Струве и Мирского. Мирский блистательный интеллектуал, профессионал в своей сфере. Струве во всем, что он писал, был дилетант, неглубокий, некультурный, малопрофессиональный. Но это мое личное мнение, что само это сравнение Мирский намного голов выше Струве. В Струве человек, так сказать, вот классический образ интеллигента, как он в изображении вех. Это несправедливо к большинству интеллигенции, но подходит к Струве. Человек, так сказать, нескольких принципов, нескольких извилин. Мирский действительно был личностью Струве. Струве, по большому счету, личности не было. Ни в чем и никогда. Петра Бенгардовича, не Глеба, конечно, не Глеба Петровича. Вот кто был действительно выдающийся фигурой, это его сын, Глеб Петрович. Петра Бенгардовича, что, так сказать, в то время как Мирский действительно блистательный интеллектуал и глубокий мыслитель, хотя и неровный. И последнее, принятие Мирского, как Мирский стал марксистом. Ну, это, конечно, тема огромная, это специалисты по Мирскому должны, конечно, говорить. Но вот действительно, революционному правительству трудно проводить различия между потенциальными и реальными врагами. Трагическая необходимость пользоваться методами, эффективность которых пропорциональна их формальной законности. Но вот в 1937 году сталинскому правительству было трудно проводить различия между потенциальными и реальными врагами. И была трагическая необходимость пользоваться методами, эффективность которых непропорциональна их формальной законности. Вот Мирский оказался жертвой того, чего он оправдывал. Ну, трагическая ошибка, трагическое заблуждение действительно блестящего человека, который действительно вот увлекся соблазном примкнуть к этим идеям, поверить в эти идеи, которые он поверил. В то время это было у многих. Хотя, конечно, когда человек такого воспитания и культуры, да еще в общем-то в зрелом возрасте начинает увлекаться ленинизмом и марксизмом, таких случаев все-таки было не очень много. Люди, признававшие советскую власть, были разных взглядов и разных лагерей. Но вот чтобы при этом именно стать именно марксистом и таким довольно кондовым марксистом, пожалуй, Мирский тут один. Это действительно феномен и феномен, разгадку которого надо искать в его психологии, но тут я совсем не специалист. Извините, если было много дилетантского и такого публицистического. Спасибо большое. Сейчас мы по скайпу разговариваем с Хенриком Бароном, профессором университета Олбани, Нью-Йорк, США. Господин Барон, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Мы просим вас поделиться своим мнением по поводу публикации Дмитрия Исаевича Зубарева. А почему-то я никого из вас не вижу. А, да. Так, да. Это лучше. Это лучше. Так, Дмитрий Исаевич, вас видно? Дима, вы где? Понятно, машет рукой. Хорошо. Ну что ж, не буду отнимать много времени. Во-первых, я благодарен и Дмитрию Исаевичу, и Обществу Мемориалу за предоставленную возможность выступить коротко. Комментировать публикацию я не собираюсь, поскольку Дмитрий Исаевич меня попросил рассказать коротко о моей более чем скромной роли в этом проекте. Итак, она в основном сводится к тому, что я помог найти ему необходимый материал. То есть, уже самую довольно редкую газету, где была напечатана работа Мирского, Святополка Мирского. Итак, как, наверное, присутствующие в зале знают, это французская газета под названием «Будущее Танкина». Кто бы мог подумать, какое будет будущее Танкина. Она выходила действительно, если не ошибаюсь, в Ханое, если не ошибаюсь. И когда Дмитрий Исаевич меня попросил найти ее, ну как-то такая возможность мне представилась сомнительной. Потому что все-таки провинциальная французская газета. Но я набрал ее, как обычно делаю в интернете через Google, и к удивлению обнаружил, что она имеется в каких-то местах. Но имеется в немножко таком ограниченном виде. То есть, в отдельных библиотечных хранилищах имеются, если не ошибаюсь, имеется подшивка, или какие-то даже не подшивка, а отдельные номера за 1886 и 1887 год. Но, как вы, несомненно, знаете, это не то, что было нужно. Но это уже обнадежило в каком-то смысле, что все-таки что-то найти можно. После чего я перешел... После этого я перешел на сайт французской национальной библиотеки. Один из моих любимых рабочих сайтов, потому что в последние годы я сам довольно часто занимаюсь французскими материалами. И, конечно, французы очень большие молодцы. Они, во-первых, оцифровали очень много и предоставили это в открытом доступе. Ну и, кроме того, у них замечательный и очень полный каталог. И там действительно я обнаружил даже в нескольких вариантах газету «Лавенир» Дитонкин. А это уже был значительный шаг. И там, в том числе, их подшивка включала нужный год. Год публикации работы Мирского. Кажется, на этом этапе я сообщил об этом Дмитрию Саевичу, и мы как-то прикидывали, что можно делать. Кроме того, я тогда обратился к сводному каталогу WorldCat, в который входит большинство библиотек крупных и не только крупных библиотек Европы и Европы, Америки, Новой Зеландии, Австралии. И там в нескольких местах обнаружил ту же самую газету. Но опять, в основном, насколько я мог разобраться, речь в основном шла о неполной подшивке. И как раз в тех местах, где она хранилась, а почему она хранилась в каких-то отдельных американских вузах, совсем непонятно. Там не было того года, который нужен. Ну и, наконец, я передал это дело в надежные руки небольшого отдела в нашей университетской библиотеке, межбиблиотечного абонемента. Поскольку, должен признаться, что в моем университете гуманитарные и общественные науки не очень котируются, то наше собственное собрание не бог весть что. Но зато есть замечательная традиция работы с межбиблиотечным абонементом, уже многолетняя и очень надежная. И, к моему удивлению, довольно быстро они выяснили, что Ельский университет, который может себе позволить все, учитывая их финансовое состояние, действительно в Ельском университете хранится копия французских материалов. То есть, они купили микрофильмы того, что в Париже. Ну и вот через Ельский университет наш межбиблиотечный абонемент получил на цифре необходимые материалы, которые я имел удовольствие передать Дмитрию Исаевичу. Вот это все. Огромное-огромное спасибо за увлекательный рассказ и за эту прекрасную работу. Ну, это я рад, что смог действительно способствовать. Имею удовольствие уже не один год сотрудничать с Дмитрием Исаевичем. И всегда приятно это делать, что я могу сказать. Большое спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. И мы предоставляем слово Марине Юрьевне Сорокиной, кандидату исторических наук, заведующей отделом истории российского зарубежья, дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Я, конечно, в первую очередь хотела бы поздравить Диму Зубарева с замечательной работой, которая, конечно, исключительно интересна. В общем, не каждый день мы, пожалуй, можем найти новые работы Пастернака или Святополк Мирского. Так что здорово, я тебя поздравляю. Я не буду скрывать, что мы знакомы больше 20 лет, поэтому я позволю себе отчество не употреблять. Мне просто хочется поговорить об этой работе в более домашнем стиле, не очень академическом. Более домашнем, потому что я, конечно, чувствую себя абсолютной шарлатанкой, выступаю перед вами, ибо никакого отношения ни к литературоведению, ни к философии, ни тем более к Ильичу я не имею. Ну вот я имею отношение к Дмитрию Саевичу, к Диме Зубареву, одному из самых моих любимых авторов. Не прерывай, пожалуйста. К одному из своих самых, так сказать, любимых авторов и любимых потому, что всякая его работа, это вне зависимости от весомости или аргументированности результатов, всякая его работа, она очень интересная. В отличие от той, простите меня, аммуклатуры, которой заполнены книжные полки многих магазинов, в работах Зубарева всегда, так сказать, есть энергия открытия, энергия творчества, энергия необычного взгляда. И мне очень нравится, когда вместо того, чтобы читать там, опять же, тонную муклатуру, вот человек берет маленький ножичек и разрезает страницы книжки, которую ему подарил Гаррик Суперфин, из этого рождается открытие, вот из такого ссора. На этом я диферамбическую часть заканчиваю и хотела бы поделиться с вами всего-навсего тремя соображениями. Во-первых, причем, в отличие, опять же, от Хенрика, соображениями, которые касаются непосредственно работы. Соображение первое связано с тем, что те, кто читал работу, наверное, обратили внимание на то, что в ее первой части содержится очень основательная критика тех современных изданий, связанных с именем «Цветополк» Мирского, которые появились в последние годы. Вообще, одна из самых больших проблем, которая сегодня существует, и которая, видимо, уже не разрешится никогда. Это правда в профессиональном сообществе, это профессиональная критика в любом профессиональном сообществе. Мы это почти потеряли. Мы все стараемся друг с другом не портить отношения, ни по какому поводу. А Дима, в общем, поднял руку на наше все, на Олега Коростелева, который вот сегодня уже, если кто не знает, стал заместителем директора Института мировой литературы имени Горького. И это поступок. Это такой настоящий нонконформизм. Причем мне кажется, что по многим позициям эта критика очень полезная, существенная. Я не сомневаюсь, что Олег Анатольевич Коростелев на вас, Дмитрий Исаевич, ни в коем случае не обидится. Ему это будет очень полезно. Но, тем не менее, я как-то вот сегодня в зале в этом не вижу, почти не вижу литературу ведов или филологов. Думаю, что это не случайно. Наверняка Дмитрий Исаевич их приглашал. А, в общем, никому не хочется в контуру с заместителем директора Института мировой литературы вступать. Значит, первое соображение. Резюмирую, да, замечательно, что есть, так сказать, профессиональная критика по делу. Это первое. Второе соображение, более критическое, хотя, опять же, я повторяю, это не мнение эксперта, это так, скорее, в жанре дружеского жеста. Честно говоря, я не поняла, почему, собственно говоря, проведена вот такая атрибуция, почему эта статья принадлежит Цветополк Мировскому. Я не увидела в том тексте, по крайней мере, который опубликован, ни одного аргумента в эту пользу. Ну, кроме вот совпадений Цветополк и ДП. Дмитрий Исаевич, дорогой мой, родной, любимый, ну, все-таки мы, как профессиональные историки, привыкли, так сказать, наши гипотезы, вот если это идет на уровне просто гипотезы, очень хорошо. Но все-таки пока эта гипотеза не документирована, не проведены элементарные исторические и источниковические процедуры, которые бы дали возможность утверждать, что это текст, принадлежащий Цветополк Мировскому. Таких дневников, ой, таких двойников, когда есть совпадение, так сказать, в имени, сколько угодно, да? Ну, я надеюсь, ты же на меня не обижаешься, правда? Я могу напомнить всем известную, думаю, в этом зале, так сказать, историю поиска автора романа с кокаином, когда дискуссия «Суперфин» с Трувой, вот она, в общем, является параллельным текстом к тому, о чем мы сейчас говорим, но не в этом дело. Значит, мне кажется, что есть, слава Богу, еще масса возможностей для того, чтобы эту очень красивую и очень интересную гипотезу поддержать документально. Один из путей, конечно, поработать… Нет, в Ханой не надо, я могу вот так сходу просто взять с потолка и предложить тебе, например, другого святополка Мирского, который в это время был в Ханое, между прочим, который многие годы работал в дипломатических представительствах Российской империи за рубежом и прежде всего в тех представительствах, которые располагались на Востоке. Но я думаю, что можно было бы и среди мирских немножко так посмотреть, там есть возможности, но самое главное, мне кажется, что было бы разумно сходить в Рогаспи и посмотреть, собственно говоря, а что происходит с этой картотекой некрологов, в каком она состоянии, есть ли она вообще. Меня, например, удивляет, что там всего-навсего три иммигрантских некролога, потому что для начала 20-х годов, я могу сказать совершенно точно, очень внимательно изучалась вся иммигрантская пресса и даже в академических институтах до сих пор они существуют, собраны папки вырезок из иммигрантской прессы по определенной теме. Значит, вот само по себе исследование того, как формировалось вот это, так сказать, поле вырезок, это было бы очень полезно. Это такое классическое источниковедение, может быть, там бы и удалось найти, между прочим, и какие-то подсказки, каким образом именно этот текст оказался, точнее ссылка на именно этот текст, как она оказалась вот в этом собрании. мне кажется, это такая очень многоговорящая ситуация. В общем, одним словом, здесь можно много чего еще придумать, над чем подумать. Я, конечно, от всей души еще раз поздравляю Диму и надеюсь, что он, если захочет, то продолжит это исследование, а если он его продолжит, то я не сомневаюсь в том, что там будет еще масса интереснейших открытий. Спасибо за внимание. Соображения нет. Три критика. Раз, поискать среди мирских и вообще-то, ну, вопрос атрибуции, два. И третье, соображение источниковедения, применить некоторые источниковедческие процедуры для того, чтобы понять, откуда исходит вот эта ссылка. Спасибо. Я благодарен Марине за критику. Не ожидал, что она выскажет такое сомнение в атрибуции, поскольку совпадение редчайшей фамилии и инициалов вещь, на мой взгляд, убедительная, но еще более убедительна вот та цитата, которую я привожу из статьи 22-го года, которая не была опубликована, никто украсть этой мысли не мог. Она сохранилась в архиве семьи Струва и опубликована в 1978 году через, сколько? 50? Через 54 года после статьи 24-го года. И в характеристике Ленина, как величайшего человека нашего времени, который все свои силы отдает делу разрушения и смерти, абсолютно совпадает с формулировкой статьи 24-го года. А насчет поиска... А насчет поиска я абсолютно согласен. Рецензентом первой части моей работы был Габриэль Суперфин, который тут же мне выдал список архивов, который я должен немедленно просмотреть еще до публикации. И там было и по поводу архива Черняка, редактора этого раздела Ленинского сборника. Его фамилия стоит под публикацией материала, под редакцией Якова Черняка. Он сказал, что там есть масса материалов Пастернака, переписка с ним, и даже, возможно, черновые варианты аннотации. И архив Черняка в Роголи. И, естественно, архив института марксизма и ленинизма, ныне Рогаспи, где все это, бог знает в каком виде. Кроме того, библиотека. Он сказал, что библиотека бывшего института марксизма и ленинизма, ныне часть исторической библиотеки, это на улице Вильгельма Пика. Он сказал, что там есть рабочие экземпляры этого третьего тома с справкой. Вот это, конечно, тоже материал для грядущих исследований. Я не уверен, что они будут мои. Просто, во всяком случае, исследования в этом направлении могут продолжаться. У меня у самого были другие мысли о продолжении работы в несколько другом направлении, связанной с сайтом Скепсис. К сожалению, сайт Скепсис, который мою работу опубликовал, за что я им очень признателен, поскольку не был уверен, что ленинская тема вызовет интерес у современных электронных СМИ. И его руководитель Сергей Соловьев обещал открыть нашу дискуссию сегодня. Он прекратил неделю назад отвечать на мои письма, и вот сегодня не прибыл, телефон его не отвечает. Будем надеяться, что с ним все в порядке. И работа над этой темой на сайте Скепсис будет продолжаться. Спасибо. Я прочитаю текст, который прислал доктор наук, преподаватель русской литературы в Еврейском университете в Иерусалиме Владимир Хазан. Несколько беглых мыслей, посетивших при чтении работы Дмитрия Исаевича Зубарева «Князь и вождь». Новая работа известного ученого и эрудита первопроходца Дмитрия Исаевича Зубарева, охочего до срывания завес и покровов, с разного рода исторических тайн и загадок, резонирует сразу на несколько современных актуалей. Интерес к личности и интеллектуальному наследию князя Святополка Мирского, подогретый недавней книгой его статьи и рецензией 1922-1937 годов, подготовленной Коростелевым Ефимовым и Смитом 2014 года, переживаемая ныне историческая фаза, если не бурного интереса, то, по крайней мере, неравнодушного отношения к научному эмигрантоведению, одной из основных интриг, которого составляют неизвестные доселе писания и виды деятельности достаточно известных фигур. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов нынешнюю всеобщемировую тоску по лидеру, предводителю, мудрому и талантливому поводырю, говоря макиявелевским языком, государю и связанному с ним искусству управления государством. Лично я прибавил бы сюда еще один ощутимо присутствующий аспект, в особенности волнующий тех, кого принято называть фактографами и для кого первоначально не концепция, требующая фактов, а именно факты, органично складывающиеся в концепцию. Относя свою скромную персону к последним, не могу не порадоваться за пополнение библиотеки русского зарубежья еще одной неожиданной находкой, о которой до Дмитрия Зубарева никто не ведал, и поздравляю его с ней. Дмитрий Исаевич Зубарев создал свой вариант рукописи, найденной в Сарагоссе. Он обнаружил в Ханойской газете нечто, имеющее отношение совсем к другому географическому, историческому и политическому пространству. Причем обнаруженный текст Цветополка оказался со всех точек зрения персонально-биографической, иммигрантологической, библиографической, историко-литературной, историю и культура философской, нет, и культура совской, важным и значительным. И проделанная работа по его переводу, обзороописанию, комментированию и дотошному исследованию Лениниана в литературно-критическом и публицистическом творчестве будущего Красного Князя по своему научному качеству приходится вровень сделанной находке. Первая моя реакция после прочтения Ленина и Лерриси была связана с экстраполяцией новообретенного материала на сложную эволюцию политических взглядов автора, превращение вчерашнего убежденного антикоммуниста в либерала левого толка. Наступившее затем раскаяние, сожжение вчерашних ценностей и поклонение новым кумирам, возвращение в Красную Москву и расплата гулаговским адам и гибелью за неумение устоять перед искусительным социально-идеологическим мифом и сладостными политическими иллюзиями. При вторичном обращении к работе, проделанной Зубарем и его коллегами, этот факт переакцентировался в несколько иную плоскость. Крайне важного для современной науки установления исторически объективной, о невыборочно-отрывочно-фрагментарной картины идеологического со-противостояния двух России эмигрантской и советской. Этот сам по себе значимый дискурс становится в особенности первостепенным, когда речь идет о таких ключевых в общественном и культурно-историческом смысле фигурах, как Светополк Мирский. Идеологическая полифония разных ветвей единой русской литературы, шире культуры, образовавшихся в XX веке под воздействием известных исторических катаклизмов, приобретает здесь качество драматургически напряженного диалога. Но и этот пласт, презентируемый сегодня работой, если говорить о ее главном субстрате, представляется относительно частным и промежуточным, занимающим в общей стратегии исследователя существенное, но, как кажется, все-таки подчиненное место. На главное же претендует гораздо более крупная цель – попытаться уловить в СС Светополка Мирского интеллектуальный синдром русского большевизма и его своего рода философскую природу, экзистенциальные параметры. И, стало быть, попытаться ответить на вопрос, который до нынешних дней не потерял не только своего исторического интереса, но и острой злободневности. Почему призрак коммунизма, шаставший по Европе, превратился в выдалый фетиш в головах не столько босоногой голыдьбы, а именно российской интеллигентной элиты. СС Светополка Мирского, обнаруженное Зубаревым, оказалось в этом смысле не просто удачным опытом фактологического кладоискания, но импульсом для плодотворного размышления о том, что коммунистические цветы зла органично и естественно вырастали на почве российской истории, а вовсе не были по воле рока или искусственно занесены сюда из других широт горнего и дольнего мира. Идея эта, разумеется, не новая, но всякая новая профессиональная, а стало быть тонко аналитическая и аргументированно доказательная обращение к ней и с ней вызывает неизменное сочувствие. Когда же этот процесс облекается в кропотливо тщательную работу по освоению неизвестного источника и поиску его глубинных контекстных связей, он неизбежно превращается в незаурядное научное событие, каковым, на мой взгляд, и является новая работа Дмитрия Исаевича Зубарева. 3 февраля 2016 год Владимир Хазан Еврейский университет в Иерусалиме. Спасибо. Есть ли вопросы к Дмитрию Исаевичу? Кирфишкин, член Гильдии Киноэнтов и Кинокритик. В общем-то, коль скоро такой экзотический город Ханой, в общем-то, вот сейчас Социалистическая Республика Вьетнам, все еще руководствуется в какой-то степени идеями Ленина. И, в общем-то, французское колониальное прошлое, это их прошлое тоже. Кстати, Хо Ши Мин уже успел к 24-му году, в 23-м году уже в Советском Союзе он уже успел побывать. Он был в это время в СССР. В дни смерти Ленина Хо Ши Мин был в СССР. Ну, да, и по большей части он тогда во Франции. Он из Вьетнама выехал на некоторое время и так далее. То есть, в общем-то, какой-нибудь вьетнамский институт марксизма-лиенинизма наподобие нашего и так далее, и так далее. То есть, наверное, этот цикл статей у них как-то так или иначе исследован, то есть, не хотите ли вы обратиться к вьетнамским ученым. И, в общем-то, вот такой вьетнамский след, он, возможно, есть. В своей работе я пишу, что по имеющимся у меня сегодня данным, единственным известным на сегодняшний день читателем цикла статьи Мирского был Борис Леонидович Пастернак, который их аннотировал. Я допускаю, что вторым читателем был Хо Ши Мин, который был в это время в Москве и имел право работать в той же библиотеке. Но это тема для моего... Нет, он именно в Москве был в это время. Он в 24-м году работал в Москве. Напротив Кремля есть мемориальная доска на здании, где кассы Кремлевского дворца съездов, на этом здании около Александровского сада, там мемориальная доска. Подойдите, прочитайте. Именно в эти годы он там работал. И он имел доступ в ту самую библиотеку, в которую ходил Пастернак. Так что, теоретически, не исключено, что вторым читателем был Хо Ши Мин. Об этом я собираюсь написать. Спасибо. Простите, простой вопрос. А почему фамилия Мирской отсутствует? Почему он подписал эту статью первой частью своей фамилии? В моей работе есть рассуждение на эту тему. Это подпись уникальна. Он никогда ни в детстве печатая свои русские стихи, ни в английской прессе печатая статьи, ни в русской эмигрантской прессе, печатая свои многочисленные статьи, не возвратившись в СССР, никогда более Святополк не подписывался. Я это установил. То есть, это, с одной стороны, и не псевдоним, поскольку она входит в его настоящую фамилию, а с другой стороны, это максимально неузнаваемая подпись. Вот так я это формулирую. Возможно, он это сделал сознательно. Он факт написания этой статьи, он не оглашал, даже в своем близком дружеском кругу. Профессор Джеральд Смит, который отдал 40 лет жизни изучению Мирского, он начал ее еще в 70-е годы, приезжая в СССР, застал еще его 90-летнюю сестру, которая вернулась в СССР из Франции в 46-м году, и именно она, а не союз писателей, написали заявление о реабилитации Мирского. Только сестра, союз писателей этого не сделал. Она дала им очень ценные воспоминания, записанные им на магнитофон. Потом в Англии и Франции он собрал десятки воспоминаний людей, знавших Мирского, причем некоторых из них, его ближайшего друга Петра Сувчинского, и показывали нам сегодня в фильме Веры Гучковой, которая была его многолетней подругой, он на нескольких десятках кассет записал их воспоминания. Кроме того, он записал воспоминания его коллеги серба, ну, какого-то, в общем, южного славянина Янка Лаврина, который был, его коллега был профессором соседним в Бирмингенском университете, они часто общались, лицензировали книги друг друга. Он прожил тоже 90-е годы 90 лет, Янка Лаврина, и в 70-е годы тоже дал три интервью Смиту о Мирском, и там интереснейший факт в отношении Мирского к Ленину, который я привожу в своей работе, именно и только там в интервью Янка Лаврина. Так вот, Ян Клаврин тоже ничего об этой работе не знал. Сейчас существует большой международный проект, словарь псевдонимов, так что, может быть, это не псевдоним, в том-то и дело. А вдруг это псевдоним? Посмотри, может быть, там Святополка, сколько их было таких псевдонимов? Ну, хотя бы в Масанове посмотреть. Это не псевдоним, поэтому не может быть в Масанове. Ну, вот в этом и проблема, что есть уверенность. Это часть настоящей фамилии, только обычно он подписывался второй частью, а здесь подписался первый. Спасибо. Именно поэтому я взял детскую подпись, чтобы было труднее его найти. как автор этой статьи. Я так думаю. Существует оно, я его не смотрел, но оно неоднократно опубликовано почти полностью. Он везде мирский. Они там, их не интересует Святополк совершенно. Но все попытки рассказать о своем литературном творчестве в Англии, я только сказал, что нас это совершенно не интересует. Говорить о своих связях с английскими шпионами. Все. Не спрашивали его, не писали его экземплик. Да, вот не писали, вот не спрашивали. Я написал об этом, что не вызвало. Интересно. Вот этот факт не упоминает нигде ни в документах о возвращении в СССР, ни на следствии. Но это он официально не будет? На следствии многие говорят об этом, а он гордятся этим, а он нет. Его уголовное дело преступление? Да, да, уже опубликовано почти 20 лет назад. Такой Перхин, доктор наук петербургский. Его несколько раз опубликовал. Кстати, про уголовное дело. Арестован Мирский был в доме, который находится от нас в шаговой близости. Дом Большой Каретный, дом 17, рядом с домом, где мемориальная доска Высоцкого. И мое предложение грантодателям было потратить часть гранта на сооружение там мемориальной доски, но, к сожалению, поддержки не получила. Гучкова вернулась в Англию, благолучно прожила там всю жизнь. 1957 года приезжала в СССР. Вопрос про судьбу Веры Гучковой. Вера Гучкова, уехав по заданию советской разведки в Англию, жила там, как вдова своего английского мужа троила погибшего в Испании, себя подавала как антифашистка и вдова мужа погибшего в борьбе с фашизмом. Судя по моим впечатлениям, после снятия и гибели Ежова, с которым она была лично связана, контакты с советской разведкой потеряла и до 1957 года в СССР не ездила. А начиная с 1957-го начались ее культурные уже поездки в СССР по культурной линии, как подруги, Марии Бутберг, которая была женой Горького и так далее. Она встречалась с ним в Москве в 1937-м году постоянно. Здесь в фильме была очевидная нелепость, потому что, во-первых, судя по тому, что Мирского арестовали позже, а Вера Траилов-Гручкова была в Москве в начале 1937-го года. Она была и в июне в Москве. Но в июне. Его арестовали 4-го июня. То есть, ты хочешь сказать, что это здесь совпадает? И его арест... Более того, она настаивала на том, что она пошла лично к Ежову ходатайствовать. но это известно, что она была принята Ежовым. Единственное, что неверно в фильме, она не была сотрудницей НКВД и не могла носить форму, но она была агентом НКВД, а до этого агентом, естественно, на ОГПУ. Есть и другие сведения у Кирилла Хенкина про то, что она училась в разведшколе просто. Ну, не знаю, я, по крайней мере, этого не встречал. Вот Кирилл Хенкин, который там сам учился... Но ты каким-то образом подтвердил то, что их встреча была весной 1937-го года, потому что она уже приехала на СССР. Они постоянно общались в Москве. Она была в круге его, так сказать, ежедневного почти общения, Вера. И в следственном деле Мирского есть что-нибудь о ней? Никак не упоминается. Никак. Нет, ну, это, разумеется, ее бы никто не выпустил из Советского Союза, если бы такие показания он давал бы. Тем более, что после этого Траилл Кручкова участвовала в ряде убийств, которые были совершены в Лозане и, соответственно, в Париже. Это я не знаю. Что говорить? Это ее... Это ее была, собственно говоря, та самая тайная работа, из-за которой она и была принята в 1937-м году. Нет, я, скорее всего... Это, извините, это не моя тема. Нет, я не спрашиваю. Я этим специально не занимался, но я не представляю себе, как агента, рассчитывая на длительное оседание в Англии, привлекают к мокрым делам за пределами Англии. Совершенно непонятно. Причем тут длительное оседание. Она была привлечена к работе, кстати говоря. Это еще большой вопрос, кто первый стал работать на ГПУ. Ее обязали выйти замуж за англичанина с целью получить право резиденции в Англии, на постоянную жизнь в Англии. Не знаю, вот этих фактов как раз я не видел. Относительно ее сотрудничества в начале 30-х годов и участия как раз в террористических актах, это абсолютный факт. Это расследовано французской полицией, и, значит, о ней довольно много известно в этом отношении. Я не специалист в этом вопросе. Спасибо. Насколько я понимаю, всех, кто участвовал в лозанской операции, арестовали. Кроме самих убийц, которые сразу сбежали, бросив своих товарищей. Французы, швейцарцы, швейцарцы, я не помню. Ну да, да, да. Вера Трейль, по-моему, была арестована только во времена пакта, когда, в общем-то, оказалось положение агента вражеской разведки. Эфрон действительно бежал, потому что находился в шаге, ну, по моим сведениям, а у меня сведения, в общем, прямо из этого круга. Единственное, что если бы мой батюшка там работал, я бы сейчас здесь не говорил, потому что своих они всех перестреляли. Но они были людьми не очень конспиративными. В общем, близкие люди, друзья и так далее, в общем, довольно хорошо все предоставляли. Мне кажется, там не очень понятная для меня ситуация с Седовым. Но опять-таки, по словам самой Гучковой, где-то я читал, когда Седова убили, она находилась как раз в Москве. По воспоминаниям ее друга, моего отца, она радовалась, что у нее есть алиби. Она как раз лежала в больнице. Я боюсь, что этот вопрос уже немножко даже сильно отклоняется от нашей темы. Так, больше вопросов нет? В таком случае мы просим на минут пять освободить помещение, а потом вернуться в него. Спасибо всем.